Добрый день, мы находимся в культ просвет пространстве Катарсис. Сегодняшняя наша тема это Томас Гоббс, бегемот против Левиафана. Или Левиафан против бегемота, потому что Левиафан это, конечно, положительная сила в философии Гоббса. Вопреки сложившемуся представлению, мы считаем, что Левиафан это такое монстрозное государство, которое подавляет индивида. Гоббс считал иначе. Но начнем с самого начала. Гоббс родился в 1588 году, умер в 1679, прожил очень долго и по нынешним меркам, тем более по меркам своего времени жизни, успел поучаствовать и понаблюдать за самыми разными политическими событиями, за английской революцией и за временем, непосредственно предшествовавшим славной революции. И все происходившее, это важно понимать, приступая к изучению его мыслей. Потому что время, события наложили отпечаток на интересовавшие Гоббса проблемы. Главное, что интересовало Гоббса, это проблема политической стабильности, пожалуй, сохранения и укрепления порядка. К этой теме он подошел весьма обстоятельно. Можно сказать, что Гоббс был таким политическим физиком. Он начал со скрупулезного анализа того, что же из себя представляет человек, как атом, из которого складывается сложная система государства, общества и государства. И попутно занимаясь этим вопросом, Гоббс, в общем-то, заложил основы или во всяком случае двинул вперед теоретическую философию в существенной мере. Его изучают не только как политического философа, разумеется, и так далее. Ну и тот факт, что он долгое время был секретарем у Фрэнсиса Бекона, основоположника современной философии модерна, нового времени, теоретической, сыграл роль. Так или иначе, Гоббс, можно сказать, политический физик. Все мы знаем название главной работы Томаса Гоббса «Левиафан». Работа эта посвящена как раз описанию, во-первых, того, что из себя представляет человек, во-вторых, того, что из себя должно представлять государство, и как происходит формирование второго из соединения первого, как из людей складывается государство. Что такое «Левиафан»? «Левиафан», как мы знаем из Библии, это такое мифическое животное, которое обладает рядом характеристик, оно огромное, страшное, древнее и так далее, но принципиально важно, что оно, во-первых, не знает страха, а во-вторых, оно является царем над всеми сынами гордости. Гоббс, пересказывая свою биографию, упоминает такую вещь, что он родился преждевременно, прежде срока, когда его мать услышала о приближении Великой Армады. И он сказал, что «Вместе со мной на свет родился страх». Вот страх – это одна из фундаментальных категорий политической философии Гоббса. Это то, что он испытывал перед политическими потрясениями, этой характеристикой он наделяет своего человека, эта характеристика заставляет человека формировать государственные отношения. И Левиафан, царь над сынами гордости, здесь содержится вторая важнейшая характеристика – гордость. Государство Левиафан имеет цель украшение сынов гордости с тем, чтобы могли благоденствовать сыны страха. Можно вспомнить здесь Макиавелли с его делением людей на народ и знать, на обладающие разными гуморами, разным духом. Одни господствуют стремяться, другие сопротивляются господству, страшась этой власти. Вот, опять же, этот фундаментальный конфликт мы встречаем в философии Гоббса, и он предлагает свой способ наведения порядка, восстановления баланса между желающими господствовать и сопротивляющимися. Это относится ко всем обществам, да? Такое универсальное характерное общество? В общем-то, нужно, наверное, сказать, что, да, во-первых, Левиафан, само слово Гоббса, не несет никакого негативного оттенка, да? То есть, Левиафан – это некого рода просто метафора для государства, да? И почему мы можем сказать, что государство необходимо для Гоббса? То есть, в чем здесь, как бы, причина? Это нас подводит к еще одному важнейшему понятию гоббсовской философии, понятию естественного состояния. Это его инновация. До Гоббса всерьез этот вопрос проработан не был. Гоббс говорит о том, что, если мы в результате мысленного эксперимента представим себе человека вне ерма государства, вне государственного принуждения людей, множества людей, то мы увидим, что они находятся в состоянии войны всех против всех. Эта война может не иметь горячего характера, то есть, может не быть постоянным кровопролитием, но это постоянная угроза кровопролитием. Это идет о том, что люди сами по своей природе враждебны друг другу. То есть, им в естественном состоянии. Или вообще, если кто-то не будет следить за тем, как они между собой общаются, взаимодействуют, то они склонны начать конфликтовать с друг другом, вести войну всех против всех. И, естественно, ничем хорошим это закончиться не может, согласно Гоббсу. Это ничем не может закончиться, потому что люди, согласно Гоббсу, имеют примерно одинаковый потенциал в части своих способностей к агрессии. То есть, мы можем примерно одинаковый вред друг другу нанести, находясь в этом естественном состоянии, и не будет такого, что кто-то захватит себе власть силой. Это одной силы недостаточно, потому что всегда найдутся люди с соразмерной способностью противостоять. Но еще одна важная вещь по поводу естественного состояния. Человек и в естественном состоянии, и в государственном состоянии обладает тремя характеристиками. Это уже упомянутая боязнь, страх. Это разумность или рациональность. Здесь возникают пространства для трактовок. Это рациональность. Человек сознает свои интересы в состоянии придумать, изобрести средства для их достижения. И человек эгоистичен. Он думает заботиться о себе, прежде всего. Вот эти три характеристики заставляют людей в естественном состоянии сталкиваться, подобно атомам броновского движения. Это естественное состояние может быть преодолено, а его рациональность человеческая, необходимость преодоления подсказывает. Это может быть преодолено единственным способом, когда люди пытаются заключить своего рода соглашение, где они устанавливают какие-то рамки своей свободы и так далее. Но тут же опять же у Гоббса есть такой момент, что он считает, что люди действительно все равны. И поэтому для того, чтобы это общество вполне успешно функционировало, нужен кто-то, как некий гарант, который бы гарантировал все эти права и свободы. Однако ни один из этих людей, которые есть в обществе, поскольку они все равны, то есть он не может выступать в рамках этим гарантом. Потому что гарант должен стоять над этими равными людьми, над обществом. У него там свои особые функции, и для этого действительно нужно государство. В естественном состоянии человек обладает одной важной ценностью, может быть важнейшей ценностью – свободой. Но ради безопасности жизни, считает Гоббс, ради того, чтобы жизнь перестала быть, как он ее описывает в естественном состоянии, низменной, бедной, грубой и краткой. Человек должен эту свободу целиком и полностью делегировать суверенно. А здравым смыслом он не обладает? Чтобы делегировать кому-то свободно, нужно… Рациональность. Рациональность – это не здравый смысл в таком случае. Взвешивая издержки и приобретение, человек видит, что это более выгодно. Да, что лучше отдать немножко своей свободе, но при этом приобрести какие-то гарантии. То есть суверен складирует всю эту свободу, собранную с граждан теперь уже. И распоряжается ей, по идее, для их блага и прежде всего для обеспечения безопасности. Вершит суд. Причем Гоббс пишет о том, что суверен может появиться как в результате учреждения, по установлению, то есть в результате согласия людей, так и в результате захвата им власти. И тот и другой путь одинаково к одинаково хорошей, благой цели. То есть Гоббс не различает легитимная, нелегитимная власть. В этом, в общем-то, имея сходство с Макеавеллию, который проблемы легитимности совершенно отрицает как таковую. Если коротко резюмировать, наверное, философию Гоббса, то худой мир лучше доброй войны, вот что он нам советует. И подчинение суверену, правительству – это гарантия, по крайней мере того, что хуже не станет. То есть Левиафан – это лучше, чем Бегемот, да? Бегемот – это такой у него метафора или символ такого беспорядка, да? Какой-то смуты, какой-то нестабильности, революции, может быть, и так далее. То есть для него действительно лучше, ну, не знаю, насколько ужасно, но лучше такой вот монстр, да, который в то же время гарантирует, да? То есть стабильность, какие-то права основные и так далее, чем вот хаос, анархия и все остальное. Бегемот – это название еще одной его работы, меньшей, сравнительно менее важной. Бегемот или «Долгий парламент» она называется полностью. Он описывает промежуток истории Англии, политической истории между 40-ми и 60-ми годами, то есть 20 лет охватывающей непосредственно предшествовавшей Гражданской войне. И он пишет, что это было время самомнения и лицемерия. И в это время непокорные считались лучшими патриотами. То есть происходило какое-то гражданское движение, власть короля таяла, армия, которую он обладал, выходила из подчинения. И все это привело к революции. Гоббс рассматривает варианты недопущения этих событий. Очень хотел бы, чтобы этого не случилось. Здесь, наверное, нужно еще отметить, что вот эти все идеи естественного состояния, общественного договора, все эти идеи, они получили свое развитие в трудах уже последующих философов, политических мыслителей, таких как, например, Логг, Руссо, в том числе Кант и так далее. Ну и даже метафоры, наверное, получили развитие, потому что мы и понятием Левиафана в политической философии 20-го века, оперировали неоднократно. Совсем часто некорректно. Да, некорректно. Так же, как и Макиавелли не является макиавеллианцем, Гоббс не является отнюдь абсолютистом. Гоббсианцем. Гоббсианцем, да. В оправдании или для уравновешивания нашего несколько одностороннего представления можно, например, указать на то, что Гоббс обосновывает право на восстание. Он считает, что если жизнью людей угрожает опасность, то есть угрожает опасность тому, ради сохранения чего они вверили себя в власти суверена, они имеют право отказаться от его услуги. То есть, если суверен перестает выполнять свою функцию, злоупотребляет и так далее. Мы сейчас поговорим в контексте Логга о том, как эта мысль дальше развивалась. Так вот, трактовку безопасности жизни можно расширять очень сильно, и это считается одной из самых неопределенных мест гоббсовской философии, потому что мы можем сделать из него при определенном усилии чуть ли не революционера, либерала. Революционера или либерала. Революционера или либерала. А скажите, в конечном счете он оптимистично или пессимистично смотрит на человека? Или реалистично? Реалистично он скорее смотрит на человека, потому что, с одной стороны, человек действительно человеку враг в каком-то смысле, и готов напасть на другого человека. А с другой стороны, человек все-таки разумное существо. Он понимает, что без каких-либо ограничений, безграничная свобода может привести к каким-то не очень хорошим последствиям. И поэтому вот такая реалистичная концепция, что для того, чтобы мы как-то могли более-менее мирно сосуществовать друг с другом, нужен государство, вот этот Левиафан. Но тут уже в порядке критики. Эта концепция была реалистичной, но не до конца. Гоббс не увидел одну важную возможность превращения Левиафана в кровавого монстра. Он увлекся и считал, что суверен в общем-то в состоянии, будучи неконтролируемым, справляться со своими обязанностями по защите слабых мира всего. То есть переоценил вот этот здравый смысл рациональных людей? Да, он скорее описал Бегемота как кровавого монстра, но забыл описать Левиафана как кровавого монстра. И здесь его поправил Эммануил Кант. Но об этом мы поговорим потом. Большое спасибо. 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 Спасибо.